Паводки продолжаются в Иркутской области. Только что стало известно, что двое человек погибли в Тулунском районе, в селе Евдокимово. Известно, что это семейная пара, которая отказалась от эвакуации. Из Тафаларии тем временем эвакуируют людей. Отрезанными от большой земли остаются 18 населенных пунктов, затоплены почти 2500 домов. Подробнее о ситуации в нашем материале. Это эмоции родителей, которые встречают своего ребенка из затопленного Алэкджера. В город прилетел из Тафаларии. Дети напуганы, ноги без родителей. С ними сопровождающий взрослый. Мужчины и женщины остались спасать и охранять свои дома, хотя стихия не дает никаких шансов. Девять коней, сразу все, они погибли, прямо на глазах у нас. Вот проплывали вот так вот. Коровы плыли. Коровы плыли, но кони прям так жалко. Они сразу же все в шаверу их поперли, и все, они погибли все эти кони на глазах. Прямо перед окнами вот так все это у нас. Самое главное, что вот здесь все. А мы-то были на крыше, понимаете, мы печку разобрали. Мы же, видите, какие грязные, мы же на крышу подняли всех детей. Главное же, остальное все восстановлено, не переживайте. Остальное восстановлено? Сидели все время на связи, все время все это. Хорошо, что нас не бросили. Мы думали, что все, мы утонем. Нижнеудинский борт встречает председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов и начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Сами лично выносят детей из вертолета. Как-то летели. Мы, наверное, не спал. Из Аллык-Джера эвакуировано более 70 человек. Их разместили во временных пунктах. Это школы в Нижнеудинске. Нам была оказана эффективная помощь. Были выделены вовремя средства спасателей, вертолеты, которые смогли оказаться в поселке Аллык-Джер, подобрать ребят, снять с домов. Вот уже два борта привезли сюда, в город. Там, которые не захотели, там, на средствах, там, выделили продукты питания. Но люди, как говорится, пока спасены. В администрации Нижнеудинского района состоялось заседание оперативного штаба. По видеоконференции заслушали метеорологов. Уровень воды в реке Уда продолжит подниматься и 28 июня. Достигнет почти 500 сантиметров. Это на полтора метра выше критического. В Нижнеудинске подтоплено более тысячи домов. Одну частную усадьбу полностью унесло течение. В зону подтопления попали здания трех детских садов, двух школ, районной больницы, кондитерской фабрики, несколько административных зданий. Также топят территорию местного аэропорта. В настоящее время основные задачи, которые стоят, эвакуация населения из удаленных населенных пунктов. За вчерашний день было 73 человека эвакуировано с населенного пункта Алиджер Нижнеудинского района. Этот населенный пункт удаленный. Сообщение только авиационное с ним. В зимнее время сообщение по зимнику. Значит, людей оттуда вывозим. Там на месте у нас работает группа спасателей. Значит, находится также динамичный вертолет в случае какой-то экстренной эвакуации. Ситуация продолжает оставаться сложной в других районах – Тайшетском и Тулунском. Отрезанными от внешнего мира оказались 18 населенных пунктов. Сейчас разрушено более 10 мостов. Затоплены почти 2500 домов. В них проживает 6000 человек. Наталья Ветрова. Новости сейчас. Тем временем пострадавшим от паводка и их родным оказывают поддержку психологи. Главное управление МЧС России по Иркутской области организовало горячую линию. По телефону в Иркутске 39 99 99 жители региона могут получить оперативную информацию о перекрытии трасс федерального и муниципального значения, узнать гидрометеорологический прогноз и любую другую информацию о паводках. За последние сутки уже поступило более 200 звонков от населения. По 1 миллиону рублей выплатят семьям погибших в Бурятии пилотов. В Нижнеангарске потерпел крушение самолет Ан-24. Погибли два члена экипажа. Более 40 пассажиров удалось спасти благодаря правильным действиям бортпроводника. Катастрофа произошла в 10.24 по местному времени. В 9.30 самолет Ан-24 вылетел из Лануде в Нижнеангарск. В 10.12 пилот сообщил об отказе одного двигателя. Самолет авиакомпании Ангара выкатился за пределы взлетной полосы на 26 метров и врезался в очистные сооружения вблизи жилых домов. Ан-24 загорелся. В 13.15 местного времени пожарные ликвидировали загорание Ан-24 и здание очистных сооружений в поселке Нижнеангарске и Рабайкальского района. Запланированных рейсов на сегодня в поселок Нижнеангарск нет. Воздушное пространство и аэропорт открыт для приема бортов. А эти кадры снял один из пассажиров в момент аварии. Когда вылетели из Лануды, вылетели и ехали, я всю эту полет спал. И над Байкалом проснулся, и что-то круг делали. В аэропорту приземляться начали. Шасси выпускали. И правое шасси нормально стало, а правое, когда отпускаться начало, опять шесток было. В момент посадки сели, приехали. В окошко смотрел, резко заборы снесли. И об здание ударили. На борту в этот момент находились 43 пассажира и 4 члена экипажа. Погибли два человека. Пилот Владимир Коломин и борттехник Олег Барданов. Единственным бортпроводником в Ан-24 была Елена Лапуцкая. Она проработала в авиации 18 лет. Стюардесса мгновенно сориентировалась. Открыла аварийные двери. Помогала людям выбраться из салона. Благодаря ее правильным действиям 43 пассажира выжили. Сама она покинула борт последний. Мать Елены даже не может выйти на связь с дочерью. Ее телефон сгорел в самолете. В этой авиакомпании Елена работает уже 18 лет. Сейчас женщину ждут дома. Больше пока даже родным ничего не известно. Она позвонила, что она жива и экипаж погиб. Ребята. Ну, говорит, людей всех спасла. Ну, перелом ребра и ноги перевязаны. Ну, может быть, в синяки, там, ссадины. Но сейчас больше всего она страдает тем, что коллеги ее погибли. Более 30 пострадавших пассажиров госпитализированы. В 12.35 вылетел борт санитарной авиации территориального центра медицины «Катастроф» в составе двух врачебных анестезиологических бригад и психолога с целью оказания консультативной помощи медицинским работникам на месте происшествия. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В расследовании инцидента примут участие Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация. Сейчас в Нижнеангарске, где потерпел крушение Ан-24, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Главном управлении МЧС Бурятии. Марина Беклемишева, Мадина Халикова, Наталья Ветрова, Александр Волков. Новости сейчас. И к другим темам. Первый в Иркутской области образовательный комплекс «Точка будущего» уже вовсю возводят на Байкальском тракте. Там планируют применить уникальную систему обучения. Новая школа сможет принять более тысячи человек. 15% будущих учеников – дети из приемных семей. Как будет выглядеть современный центр образования, жители региона узнают в этом году. Строительство объекта оценила и наша съемочная группа. Уникальное образование в Иркутске. Проект совместно разрабатывали архитекторы, педагоги и детские психологи. Все конструктивные архитектурные решения от формы фасада и количества окон до интерьера классов принимали, учитывая особенность школьного образования. За основу был взят европейский опыт проектирования школ. Также возведут жилой комплекс для семей с приемными детьми. Уже зимой следующего года школа примет первых учеников. Сначала на пробные уроки, рассказывает президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова. Первый, так сказать, подготовительный год. Мы начнем, конечно, с меньшего количества. И планируем, что детский сад, это где-то будет порядка 140 детишек. Школа, это где-то порядка 200-215 человек. У нас достаточно много дополнительных курсов, которые предусмотрены. Это и гончарные мастерска, это и кулинарные, это и робототехника. У нас своя будет собственная звукозаписывающая студия. Строительство находится на завершающей стадии. Оно стартовало в начале прошлого года. Сейчас благоустраивают территорию, делают дорожные покрытия и озеленяют территорию. Скоро начнут посадку деревьев, демонтаж временных конструкций и окончательный косметический ремонт помещений. Технологии энергоэффективные и экологически чистые. Это основной принцип нашего проекта, так как проект предназначен для обучения детей. В шести разных корпусах будут отличные друг от друга помещения. Детский сад, начальная и средняя школа, технический блок, различные учебные классы, бассейн, спортивный зал. Работа на стройке ведется 24 на 7. Сложность данной конструкции состоит в том, что шесть блоков объединены одной крышей сложной конфигурации. Новый образовательный комплекс будет построен уже этой осенью. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. Это финал, но для них все только начинается. Студенты Иркутского областного художественного колледжа защищают дипломные проекты. Впервые итог своего четырехлетнего обучения они представляют не в стенах учебного заведения, а в настоящем музее и городском выставочном центре имени Виталия Роголя. О творчестве, волнении и первых шагах в большое искусство наш следующий материал. Такой суеты и волнения залы выставочного центра имени Виталия Роголя еще не видели. Десятки студентов и их произведений в одном зале. Каждый прихорашивает свою работу перед выходом к экзаменационной комиссии. Живописцы, дизайнеры, текстильщики, керамисты учились четыре года, чтобы сегодня показать, на что способны. Впервые открытая защита выпускников Иркутского художественного колледжа проходит в музее. Дипломная работа, поскольку мы выпускаем художников, это, конечно, завершающая, которая показывает, насколько человек готов работать как художник, какими навыки он получил чисто технологически, как он владеет и как он владеет композиционными принципами, и как он владеет вообще художественно-образным решением тех или иных произведений, которые он когда-то будет выпускать. Всё это оценивает комиссия. Сейчас преподаватели рассматривают работу Елены Клементьевой. Над сервизом «Лесной дух» девушка трудилась полгода. Сама придумала орнаменты, цвет, форму чашек, чайников и крышек, которые стилизованы под крону деревьев. Я решила обратиться к опыту прошлых поколений, а именно к сказкам, мифам, преданиям. Например, в древнегреческой мифологии пан — это хранитель леса, у древних славян — это леший. А мне захотелось создать собственный образ лесного духа и не просто осуществить замысел материали, но и совместить утилитарность с декоративностью. А это объёмно-пространственная композиция «Горение». Автор решила передать динамический образ огня в статической форме. Такой символ домашнего очага, от которого будто веет теплом. В этой работе студентка продемонстрировала навыки художественной росписи ткани. Изначально я расписывала ткань, потом уже нашивала декоративные строчки, сетку и делала элементы. Это техника горячего бачка. Какая-то часть ткани перекрывается воском и покрывается сверху ещё окраской. Эта часть, которая под воском, она остаётся предыдущего цвета. И, соответственно, можно любой узор передать. Все дипломные работы выставят в залах музея. Для выпускников колледжа это редкая возможность стать участниками настоящей профессиональной выставки. А для зрителей увидеть будущее изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Марина Виклимешева, Артур Рощупкин. Новости. Сей час. Максим Горький, Падрамштайн и Продиджи. Премьера в Иркутском Тюзе. Начало 20 века. Улицы полны революционеров. Жизнь людей разрушается на глазах. Надломленная страна и маленький мир одной семьи. О том, как глубоко могут быть скрыты человеческая боль и несчастье, сюжет Екатерины Нерушкиной. Трагический балаган не иначе. Тяжелый рок, электронная музыка, железные стены, кафель, кожа и самый горький драматург 20 века. Таким в прочтении артистов театра юного зрителя и режиссера Дмитрия Акимова предстает не кто иной, как Максим Горький. Я давно мечтал о такой постановке, как глоток свежего воздуха. Это достаточно современное прочтение, классики. Это достаточно интересно артисту на сцене работать. Нам сложно, когда мы читали, когда мы разговаривали о том, что будет. У нас достаточно часто вставали волосы, потому что тут такая садомия происходит в этой семье. Семья Коломийцевых. Жестокий муж, бывший полицмейстер, в которого недавно стрелял революционер. Пятеро детей. Старший сын пьяница, дочь развратница. Больной, глупая и горбатая. И несчастная мать, которая не знает, как спасти своих детей из этого ада. Как выразился один из героев, сын Коломийцева звучит, как заразная болезнь. И есть ощущение, что без этого действительно не обошлось. Жизнь героев как будто оголённая рана, которая не заживает, а только нарывает с каждым разом всё больше и больше. За явными пороками, которые артисты как будто специально бросают в лицо зрителю. Скрыты боль, страдания и несчастная судьба каждого. Здесь персонажи, они по сути не виноваты в том, что они такие. Они такие даны в связи с тем, что мир такой. И невозможно в этом мире существовать по другим законам. Но это они так себе определяют. Они все хорошие. У них у всех своя правда. Готов ли иркутский зритель к такой оголённой и экстравагантной правде, к такому Максиму Горькому, узнаем уже завтра на премьере. Екатерина Нерушкина, Александр Барановский, Александр Пахомов. Новости сейчас. И на этом пока всё. Наш следующий выпуск смотрите в 18.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»